Накануне в Екатеринбурге на Уралмаше жители пятиэтажки на бульваре Культуры-15, услышав шум во дворе и выглянув в окошки, заметили лежавшего у подъезда подростка. Мальчишка по виду лет 14 весь посинел и с трудом дышал. Когда подъехала реанимация, выяснилось, что в подъезде лежит еще один подросток. Этому получше. На ходу бросили ошеломленным жильцам врачи скорой, осмотрев второго мальчика. Подростка мутила и буквально выворачивала наизнанку. После того, как Юнец проблевался, его доктора под руки вывели на свежий воздух. Он быстро оклемался и удрал. А вот его приятеля кое-как в чувство привели и увезли на Агафуровские дачи, на восьмой километр Сибирского тракта, в центр острых отравлений, при областной психиатрической клинике. Там пацан сознался, что покурил спайсы. Якобы впервые в жизни курительной смесью его приятелей угостили. Врачи выяснили, что подросток отравился очень жесткой синтетической дурью МДМВ, которую в подпольных лабораториях производят и в курительные смеси добавляют. Кстати, пять лет назад этой дурью – кардиотоксичной, вызывающей удушье и аритмию сердца. За считанные месяца в России отравили 700 подростков. Год спустя, правда, специалисты заявляли, что дурь ту синтетическую удалось под корень извести. Но выходит, что не всю и не везде. Дьявольское семя и до нас добралось.